Я уже упоминал в своем блоге о том, что трудовой договор главный врач медицинской организации заключается учредителем, органом управления здравоохранения субъекта федерации. И содержание данного трудового договора регулируется теми же нормами трудового кодекса, что и для рядового работника медицинской организации. Основанием для расторжения трудового договора являются все те же нормы, которые установлены трудовым кодексом, в том числе ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Есть второй способ уволить главного врача медицинской организации, который в чем-то не согласен с действиями руководства. Предложить в добровольно-примудительном порядке написать заявление о расторжении трудового договора. Пример из Забайкальского края говорит именно о втором виде расторжения трудового договора с главным врачом. Но в данном случае на защиту главного врача стал коллектив медицинской организации. Трудно достоверно утверждать, что явилось причиной этому. Действительно уважение главного врача медицинской организации, либо инициативные действия заинтересованной группы ЛИС от главного врача, которые и организовали направление данного письма. То есть и первый, и второй путь вполне реален. Но моя глубочайшая точка зрения, если в данной медицинской организации заработная плата врачей, медсестер, санитарок, фельдшеров на должном уровне, и она находится в рамках той политики, которая провозглашена государством по неуменьшению заработной платы, а даже по увеличению заработной платы здравоохранения, Мое глубочайшее убеждение, что основания для расторжения трудового договора с главным врачом минимальные, с учетом того, что коллектив данного медицинского учреждения мешался в данной ситуации и привлек внимание к данной проблеме губернатора Забайкальского края. С учетом политических веяний, я думаю, что данное письмо сыграет свою роль. Главное, чтобы в дальнейшем заработная плата в этой медицинской организации, у всего медицинского персонала, а не только у главного врача, была достойная.